Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Ну а перед просмотром видео предлагаю зайти на канал AlexSim. Там ты найдешь различные гоночные симуляторы. Евротрак симулятор, Американтрак симулятор, Формула 1 2020, Ричардс Бернс Ралли, а также другие игры, посвященные автотранспорту, розыгрыши на канале, стримы и многое другое. Заходи, смотри и подписывайся. Ссылочка в описании. Всем привет, ребята! С вами Локи. Мы продолжаем карьеру за Лидс Юнайтед. И прямо сейчас поддержите лайком эту карьеру. Лидс Юнайтед вышел в жизни в АПЛ долго. Это ждали фанаты и вот наконец-таки свершилось. Я делал даже пост в сообществе канала по поводу выхода Лидса в высшую лигу. Ну и в общем, ребят, мы продолжаем и свой путь в АПЛ, также в Лиге Чемпионов. Я знаю, что сегодня серия будет очень жаркой, потому что матч, который будет в конце, ждали многие. Сегодня мы сыграем с Лестер Сити. Сыграем также в кубке с Кристал Пелос, просимулируем матч с Бернли. И после этого сыграем в Лиге Чемпионов с Мадридским Реалом. Вот эту игру, ребята, я думаю, многие хотели увидеть. Ну а сейчас давайте начинать тогда. У нас игра против Лестера. Я покажу вам турнировую таблицу. И здесь настоящая, ребята, жаришка. Здесь много команд, буквально в одном-двух очках друг от друга. Ливерпуль 13 очков, а нас отделяет всего лишь 2 очка от них. И мы, ребята, будем биться. Как мы видим, здесь у Челси, Вестхэма, Манчестер Юнайт, Лидс Юнайт по 11 очков, Арсенал 12, Тоттенхэм 10, Ньюкасл 9. В общем, прям вот реально жара, что ты с центра таблицы можешь при одной победе взлететь уже ввысь. Мы постараемся сыграть с Лестером аккуратно. Я немножечко поменял состав. Нужно дать отдохнуть ребятам, потому что сегодня матчи все-таки непростые. Вот так вот выглядит наш состав. Ну и, ребята, поехали. Матчи с Лестер Сити всегда проходили для нашей команды как-то волнительно. Они всегда неслись вперед. У нас были зарубы и в кубке. Я помню, по-моему, именно Лестер Сити нас выбил из одного кубка в прошлом сезоне. В чемпионате мы с ними бились и всегда эти матчи проходили очень зрелищно, очень динамично. И я думаю, в этот раз игра будет не хуже. Тем более мы играем дома. Ну и, ребята, поехали. Я уже вижу Джейми Варди в основе. Он будет нестись в атаку. Ну а нам нужно просто играть в свой футбол. И постараться принести победу. Генрих Махитарян сейчас двух защитников раскачал. Прострел на дальнюю. Но немножко не получилось. Здорово открывается Товарыш. А теперь обратная передача на Фати. Фати успел подать штрафную, но, к сожалению, никто до мяча не добрался. Джейми Варди. Пытается уйти от Уайта. Уайт очень плотно ставит ногу. Ампаду молодцом. Выиграл мяч. И тут же Генрих Махитарян уже несется вперед. Пытается сейчас раскачать защитника. Махитарян. Махитарян уже прострел. Пентек. 1-0. Гол Генриха Махитаряна. Сделал здесь он все сам. И Пентек был в нужном месте в нужное время. Но не пошел почему-то встречать плотно защитник здесь Махитаряна. Не знаю, с чем это связано. Но мы забиваем гол. И это уже, в принципе, не так важно. Опасно. Лестер. Дави. Денайер. Нет, здесь Джейми Варди. В такие моменты нападающему, конечно, легче. Ему нужно давить вперед. А защитнику приходится следить за нападающим. И не всегда получается вынести мяч. Классная подача с фланга. Ну и здесь Денайер даже не успел прыгнуть. С этого повтора хорошо видно. Третий гол. Джейми Варди. 1-1. 32-я минута. Ну и, как я и говорил, в этих встречах команды любят забивать друг другу. Махитарян на Деста играет. И здорово Деста штрафной. Прострельчик на дальнюю. И выбивают мяч из-под ноги Фати. Пионтек. Ну же, Пионтек. Его удар по воротам в защитника попадает. Лестер довольно плотно действует на подступах штрафной. Но из-за этого не получается у нас проводить атаки с дальними ударами. Как многие ребята у меня в комментариях просят. Бить почаще. Когда я вижу какую-то возможность для удара. Ребят, я всегда пробью. Потому что это здорово. И вот на одних прострелах я понимаю, что не всегда можно далеко уехать. Но когда действует плотно соперник, нужно играть именно флангами. Стараться либо навешивать, либо простреливать. Товарыш. Ну сюда, в центр. Здорово. Фати забить. Вот так вот, ребят. Передача в центр прошла. И здесь Фати. И в начале второго тайма мы выходим вперед. Ну и здесь все здорово получилось. Давайте Джарри выйдет вместо Филлипса. Филлипсу надо дать отдохнуть. И повезло, кстати говоря, что здесь не успел защитник выбить мяч. Ансу Фати забивает второй мяч. Филлипс уступает место на поле Джарри. И мы впереди 2-1. Снова пятка. Держать. Держать здесь. Денайер дал пробить. И штанга спасает. Джарри с мячом. Его мощный выстрел и гол. Но это второй поле Погба, ребят. Уже не один раз я вам это говорил. Джарри красавчик. Как он здесь ворвался в штрафную. И хлестко сжахнул поворотом. Ну и вот здесь соперник его давил. Неудобно было бить. Но и Джарри красавец. И Джарри плотно ставит ногу. Но мяч по-прежнему. Лестер Сити. Джейми Варди. И снова штанга. Пионтек. Здорово развернулся. Передача. Генрих Махитарян. Его удар в дальние не попадает. Встреча закончена, друзья. 3-1. Мы побеждаем Лестер Сити. Завоевываем 3 очка. И сейчас взглянем, как там сложились дела в турнирной таблице. Мы, ребята, ворвались на третью строчку. У нас 14 очков. У Ливерпуля 16. Арсенал 15. Тоттенхэм поднялся. Манчестер Юнайтед Челси. Вестхэм. Манчестер Сити. В общем, все плотно. Все плотно. Здесь буквально, ну, действительно, прям чуть ли не до самых низов. То есть даже команды вот сейчас на 14 месте Лестер выиграет. Может подняться еще выше. Выиграет Ньюкасл. Будет уже буквально чуть ли не в зоне Еврокубка. В общем, пока все плотненько. Не ясно, как будут складываться дальше дела. Ну, а у нас игра против Кристал Пелос на кубок. И я играю, ребят, резервным составом. Дадим поиграть тем, кто не часто выходит на поле. Вот такой вот стартовый состав. Пинта, Ланг, Делавега. Здесь Арп, Робертс. В общем, Нюбель также. Ну и, ребят, поехали. Это, ребят, стадия кубка. У нас идет настоящий ливень. Сейчас на футбольном поле будет скользко, мокро. И я думаю, у голкиперов возникнут проблемы. Да и, в принципе, защите будет играть тяжелее. Потому что в любой момент можно подскользнуться. И не выбить вовремя мяч из-под ноги соперника. Это Филипс. Неплохо разыграли. И первый момент. Пинта и гол. Этот парень просился перед матчем. Как он здесь здорово получил передачу от Арпа. И пусть и с рикошетом, но мяч залетает в ворота. Вот это бурное начало, ребят, кубка. Ну и классно. Посмотрите, как вовремя Арп выскочил. Отдал передачу на забегающего Пинта. И тот с левой ноги пробивает. Вот о чем я и говорю. Смотрите, скользкий мяч. Он просто проскальзывает по руке галкипера. Не залетает в девяточку. Но не будем забегать сильно вперед. Опасный выход. Нюбель. Ну, Нюбель, ну что такое? Тут нужно было перекрыть удар. 1-1 уже на седьмой минуте. Вот не знаю, почему Фориниес в этих моментах. Он прям несется в ноги. И старается, грубо говоря, своим телом накрыть мяч. А здесь получилось так, что Нюбель просто раздвинул ножки и получил мяч у ворота. В таких моментах говорят, что сетку нужно натягивать между ног, чтобы мяч туда не пролетал. Ну ладно. Ладно, у Нюбеля не так было много игровой практики. Все-таки не будем тоже его здесь винить. Не его это был привоз. И вот ошибочка Кристал Пелас. Это Пинта. Передача на Ланга. И классный пас на Делавегу. Тот уже в штрафной. Делавега. Удар по воротам. Спасает здесь вратарь. Бьет арп и зарабатывает угловой. Робертс. Еще момент. Это Ланг, ребят, пробивал как-то легко. Легко дает Кристал Пелас нам разбираться в штрафной. А это Торуна Рига. Уже и защитники лупят поворотом. Пинта. Пинта ставит корпус. Сбивает его соперник. Алмейда. 16 номер. Желтая карточка. И чуть бы ближе это было бы пенальти. Делавега. Ребята, какие моменты. Он уже в штрафной. Ланг. Ну же, подача на дальнюю. Забить, Робертс. Мяч залетит. Нет, Робертс не попал по мячу. У нас начинаются вторые 45 минут. У нас было уйма моментов в первом тайме. Кристал Пелас просто отбивался. И мы должны были забивать. И забивать не один. И снова Кристал Пелас в атаке. Подача. Удар по воротам. Ребята. Сейчас все могло закончиться очень плачевно. Снова Делавега несется вперед. Надо простреливать на дальнюю и замыкать. Пинта. Дубль. Ну вот этот парень молодец. Вот в таких матчах ему и нужно давать шансы. И Пинта выводит нашу команду снова вперед. Еще один выстрел. Нюбель в порядке. Еще одна подача. Еще один выстрел. Удар по воротам. Если бы сейчас залетело, это бы было просто шедеврально. Удар по воротам. Молодец. Нюбель. Мяч намертво забирает. И хороший пас на Куни. И надо, надо Дзаньола награждать. И третий мяч. Ну а в сайт. Ну серьезно, арбитр. Как классно разыграли. И гол не будет защитным. Все, друзья. Это победа. В очередном туре Карабао Кап над Кристал Пелос 2-1. Непростая получилась игра. Пинта, конечно, красавчик. Ну и давайте отправляться уже на игру с Реалом. Пинта очень рад тому, что мы сдержали слово и выпустили его на поле. Он отлично сыграл. Мы его похвалили. И, как мы видим, настрой у парня максимально. Как я и говорил, ребята, игру против Бернли мы симулируем. Давайте посмотрим, как сыграла наша команда. Мы играем на выезде. Состав, в принципе, вы видите на экранах. И победа 2-1. Денайр и Заньола забили по мячу. Мариана забил за Бернли. Пресс-конференция перед матчем с Мадридским Реалом. Команда сможет одержать еще одну победу в Лиге Чемпионов. Нужно сохранять концентрацию и использовать любой шанс, который нам выпадет. Ну что, ребят, долго этого ждали многие. И мы отправляемся на игру с Мадридским Реалом. Напоминаю, что это все-таки группа. И здесь у нас цель, может быть, важна не так, чтобы забить много. А именно, просто взять 3 очка. Сейчас, перед началом матча, посмотрим на состав Реала. И, ребят, поехали. Мы приехали на Сантьяго Бернабео. Ребята, это будет жарко. Мадридский Реал против Лидс Юнайтед. Групповой этап Лиги Чемпионов. Как мы видим, у Никки Лини с капитанской повязкой Белерин. Что-то там интересненькое намечается у Реала. Напомню, что это третий сезон в нашей карьере. Поэтому составы команд будут весьма-весьма интересны. Итак, ребята. Азар, Йович, Асенсио, Сибалес, Тиаго Алькантера, Казимира, Минди, Мелитау, Киеллини, Белерин и Тибо Куртуа. Ну, не сказать, чтобы сильно, конечно, изменился состав Реала. Но, тем не менее, интересно. Опасно. Это Тиаго Алькантера. Эден Азар. Снова Тиаго. Тонкая передача. Йович. Пока не поспеваю я за быстрыми пасами Реала. Ну, а вот и потеря. Тонкий пас на Деста. Очень неплохо. И прострельщик. Ух, а здесь уже практически был обыгран футболист Реала. Это Фати. Пытался на Филлипса отдать передачу. Но с Реалом легко не будет. Очень большое напряжение сейчас у меня в глазах, ребят. Потому что нужно следить за всеми игроками. Пытаться какие-то зоны перекрыть. Пошла подача. Здесь все спокойно. Хорошо. Но немного выровнялась игра. А вот это ошибочка. И сюда над Заньола. Передача налево. На дальней штанге Ришарлисон. Подача на него Ришарлисон. И что творят защитники Реала? Хороший пас Ришарлисон. Цепанул его Минди. Ришарлисон. Филлипс. Провил. Но для Куртуа проблем это не составил. Заньола. Передача на Куни. Ну же Куни. Вколотиха в ворота. Здесь снова Куртуа. И раз за разом. Вот я не знаю, замечали вы или нет. Защитники Реала пытаются в подкате. В штрафной выбить мяч. Пришел Ришарлисон помочь. Ребят, не можем выйти из обороны. Все, хорошо. Вряд ли нам хватит времени провести атаку. Арбитр дает это время. Передача на Куню. Куни. Его роняют и все. У нас замена выходит Томас Мюллер вместо Фати. Фати очень сильно устал. Поэтому его мы меняем. Ну и пока довольно равная игра. Я бы не сказал, что Реал показывал что-то невероятное. Торуна Рига. Подача. Неплохо разыграли. И Томас Мюллер пробивает головой. Здорово. Томас Мюллер. Заброс на Заньола. И тот уходит от подката. Заньола. Ну же, кати сюда в центр. Филипс. Удар. Вынимай. 1-0. 55-я минута. Филипс с капитанской повязкой. Показывает, что в этом году мы будем биться за победы. Ну и Томас Мюллер. Хорошая передача. И вот снова, смотрите, подкат. Но Заньола классно. Перепрыгнул соперника. И здесь мощный выстрел. Куртуа уже без шанса. У нас подустала команда. А времени еще достаточно. Реал чувствуется, что они свеженькие. Неплохо сейчас разыгрывают. Томас Мюллер пошел встречать подача. И там штрафной будет. Передача на Ришарлисона. Тот против Минди. Тут только дриблинг. Скорости уже особой нет. Пас на Кунью. Кунья успеет пробить. Бьет по воротам Кунья. Но Куртуа в порядке. Реал продолжает контролировать мяч. Передача на Азара. Опасно. Успели. Успели выбить мяч просто с ноги. Грубо говоря. Еще один. Забросик штрафную. И здесь офсайт. Филипс. С поля покидает. Выходит Эджария. Вместо Ришарлисона у нас выходит Ланг. Это Дест. Прострельщик на дальнюю. Куртуа в струнку вытягивается. Мяч забирает. Денайер. Как так-то? Удар по воротам. И Фариньяс. Красавец. Три минуты добавляет орбитер. Одна из них уже из текла. Реал с мячом. По-прежнему они контролируют его. Больше времени владели мячом. Но пока по счету мы впереди. И вот сейчас опасно. Почему-то все проскакивают мимо. Удар по воротам. И снова Фариньяс. Да. Сейчас давят. Давят трибуны. Еще подача. И выноси. Хорошо. Ребята, это победа над мадридским Реалом. 1-0. Какое давление в конце. Но мы справились. Мы справились, ребята. Златан. И Зидан. Обмениваются рукопожатиями. Я прошу вас поставить лайк в поддержку этой карьеры. Подпишитесь на канал, если вы новенький. Прожимайте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео. Но мы с вами увидимся уже в следующей серии. С вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok